приветствую всех на канале путь инвестора с вами артем и в этом ролике мы соберем всепогодный портфель rea dalio в тинькове имеется ввиду мы будем его собирать из инструментов которые доступны обычному частному инвестору в россии давайте смотреть но сначала несколько слов о самом всепогодном портфеле rea dalio уверен вас интересует его показателя точнее результаты но сначала хочется вам сказать почему он называется именно всепогодный да потому что он очень устойчив к различным колебаниям на рынке примеру самое большое его падение было всего лишь на 12 процентов это было в июле-феврале 2009 года когда у нас разыгрался ипотечный кризис к примеру s&p 500 в это время упал насколько я помню где-то на минус 50 процентов а например в к видный кризис он снизился на меньше чем на 4 процента поэтому он называется всепогодный потому что он очень устойчивый а теперь давайте посмотрим на его результаты за последний месяц он плюс а ну 2,35 процента за три месяца 560 за 6 месяцев 694 за один год 754 за три года 1140 за пять лет 773 за 10 лет 773 и максимально с июля 2002 года он показал плюс 8,12 процента ежегодно это отличный показатель сопоставим с показателями индекса s&p 500 при том что риски совершенно другие кстати совсем недавно я разбирал портфель дэвида свенсона который управлял эндаументом ельского университета и показал отличные результаты ссылку на него оставлю вон там если бы у нас с вами был статус квалифицированного инвестора или бы мы проживали в америке вы бы могли собрать портфель рая долю используя всего 5 и киев 5 фондов первый был бы у нас витей это у нас на индекс s&p 500 фонд дальше был бы тилки это казначейские облигации 20 плюс далее у нас был бы и и и и это у нас казначейские облигации среднесрочные 3-7 лет дальше мы бы купили и те и в джилде на золото и и тф джи джи на сырьевые товары но так как большинство из нас не имеет статус квалифицированного инвестора а собрать такой портфель все равно очень хочется потому что он на протяжении длительного времени показывает отличные результаты нам остается только включить свою смекалку и попробовать собрать его из инструментов которые нам доступны давайте попробуем это сделать начнем именно с облигаций причем надо обязательно вам сказать что соотношение в этом портфеле облигаций и акций 55 на 45 в пользу именно облигаций и так для начала нам надо купить а длинные облигации это от 10 лет и предлагаю действие следующим образом один вариант для тех кто хочет покупать российские активы и другой вариант для тех кто хочет покупать иностранные активы начнем с российских сейчас мы с вами находимся на сайте smart lab на котором очень удобно анализировать облигации федерального займа россии это самые надежные долговые бумаги в нашей стране и так если мы с вами отсортируем по доходности то самое доходное у нас будет овз под номером 26 240 15 лет до погашения доходность 7,4 процента овз 26 240 вот она также можно рассмотреть овз 26 238 с доходностью 7 4 десятых процента 19 8 лет до погашения и 26 230 17 и 6 лет до погашения и доходность 7,3 вот они у нас вот здесь соответственно сюда мы с вами пишем овз 26 240 это если мы хотим инвестировать в облигации россии если же вы хотите купить самые надежные в мире гособлигации а это я глючит американских казначей ский длинных облигациях то к сожалению этот инструмент для обычного частного инвестора без статуса квала не доступен вот примеру какие нам альтернативы предлагает провайдер от финекса гособлигации сша защиты от инфляции с рублевым хэджем гособлигации сша защиты от инфляции эти типсы краткосрочные гособлигации сша с рублевым хэджем и краткосрочные Bilder от ции со счетами сша такой подход что американские облигации обязательно должны быть хоть мы и не можем купить длинные казначейские облигации то можно рассмотреть такой вариант как fx теперь это фонд от фенекса это первый в россии фонд облигации федерального казначейства сша защиты от инфляции так называемые типсы то есть если мы с вами верим что инфляция в америке будет расти то таким образом купив этот фонд мы с вами можем заработать и так с длинными облигациями мы закончили если мы рассматриваем вариант россии это о фз россии если америке то это американские типсы то есть гособлигации защитой от инфляции теперь переходим к акциям здесь все будет намного легче сейчас на ваших экранах карта фондов россии чем больше квадрат тем больше капитализация нас интересует вот этот вот прямоугольник и так если вы инвестируете в российские активы то вы должны будете инвестировать в фонд который следует за индексом мосбиржи самый большой здесь по капитализации это sbmx от сбербанка далее у нас идет fx rl от фенекса и vtbx от vtb честно говоря я до сих пор не сравнивал эти фонды между собой почему потому что не собираюсь в это инвестировать но здесь я бы рассмотрел два варианта это sbmx потому что он самый большой по капитализации с ним скорее всего ничего не случится и традиционно крутые фонды от фенекса то есть вот между вот этими двумя вы можете выбирать если же вы хотите инвестировать в америку то есть купить индекс фонд на индекс s&p 500 то надо рассматривать вот этот вот квадрат и здесь я проводил уже определенные research ссылку на который оставлю вон там здесь идеальный вариант это fx ю с от фенекса вот это вот номер один фонд в который нужно вкладывать если вы хотите купить индекс на s&p 500 итак резюмируем если мы с вами покупаем фонд на российские акции то это фонд sbmx от сбербанка и если мы инвестируем в америку в s&p 500 то это fx ю с от фенекса и так переходим к среднесрочным облигациям мы возвращаемся на сайт smartlab и сортируем офз от 3 до 7 лет и здесь у нас по доходности самый выгодный на данный момент выпуск под номером 26 236 вот он срок погашения 6,7 года соответственно его можно брать либо можно рассмотреть 26 212 6 и 4 года с доходностью 69 также 26 226 5 и 1 год до погашения и 6,9 доходность то есть один у нас вот здесь вот другой у нас вот здесь а так как американские среднесрочные гособлигации мы также не можем с вами купить получается что у нас здесь один вариант это офз россии соответственно переходим дальше это золото семь с половиной процента от портфеля если вы инвестируете в российские активы то вам надо купить золотодобытчиков которые работают нашей стране по большому счету достаточно будет купить две компании это поле металл и полис золото выделяете для них семь с половиной процентов всего портфеля и на этом все если же вы не инвестируете в российские активы то оптимальным вариантом для вас будет покупка фонда от фенекса вот с вами выделяем биржевые товары видим что большую часть здесь занимает фонд от фенекса который называется fx gd соответственно покупаем его потому что он полностью следует за ценой золота мировой и так резюмируем по золоту если инвестируем в россию поле металл и поле золото если в иностранные активы то фонд fx gd от фенекса и переходим к самому сложному сектору это сектор сырье почему самый сложный да потому что у нас нет какого-то фонда чтобы получить диверсифицированный инструмент да чтобы в нем были все активы и сырье нам нужно будет набирать из отдельных акций это безусловно интересно но гораздо сложнее сложнее в том плане что мы с вами будем покупать отдельные акции а раз год нам надо этот портфель ребалансировать такие правила по этому портфелю и соответственно это будет делать немного сложнее вот но на самом деле если вы собираете активы из российских компаний то вам надо купить просто компании из сектора нефтегаз и металлургия и надо что это чтобы это были самые крупные компании по капитализации такие как газпром тот нефть новотек роснефть лукойл там нлмк гмк исключаем только компании которые у нас занимаются золотом потому что мы купили отдельный фонд на них выделить для его для них семь с половиной процента единственное что хочется сказать что если мы собираем российские активы то это не самый лучший способ диверсифицировать портфель почему потому что мы уже с вами купили индекс на мосбиржу а она у нас с вами вот посмотрите вот она у нас с вами вот так вот состоит как раз таки вот это все это у нас нефтегазовый сектор и металлургия половина индекса вот в российском варианте это не самый эффективный способ диверсифицировать полностью портфель если же мы с вами собираем иностранные активы сырьевые то обращаем внимание на сектор нефтегазовый вот он и на сектор basic materials то есть на металлы соответственно я для вас провел работу и выписал для вас тикеры компаний которые доступны обычному инвестору и они по капитализации самые крупные на вот у нас нефтегазовый сектор там шеврон exxon mobil компании которые у нас специализируются на меди стали производители и алюминия соответственно сохраняйте себе этот список и с помощью этих компаний вы сможете собрать свой собственный фонд на ресурсы в которые войдут нефтегазовые компании и компании которые специализируются на металлах и так давайте финализируем сектор сырье здесь я вас для вас сделал такую итоговую табличку чтобы вам было удобнее смотреть вот здесь вот значит у нас российские активы самые крупные по капитализации здесь их тикеры и здесь соответственно иностранные тикеры которые доступны обычному инвестору и так мы с вами в этом ролике попытались собрать портфель рея далее из российских и иностранных активов надеюсь ролик был вам полезен если да обязательно поддержите меня лайком для вас это ничего не будет стоить а мне будет очень полезно для продвижения моего канала всем спасибо за внимание всем пока